О ситуации в Грузии будем говорить сейчас гостем нашего эфира Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского международного университета Грузии, присоединяется к нашему эфиру. Рады вас приветствовать, Ника. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер и слава Украине. Героям слава. Спасибо за ваш вопрос, с вашего позволения. Телезрители отвечу, что да, оппозиция взяла паузу и, кстати, вот час назад началась встреча представителей главных оппозиционных партий, где рассматривается новая стратегия и тактика ведения борьбы в пользу демократии, в пользу защиты прав человека. И так далее, и тому подобное. Значит, несмотря на то, что оппозиция, так сказать, взяла паузу, что касается, значит, уличных демонстраций, то, с другой стороны, вот в офисах политических партий, конечно же, работа продолжается. И, с другой стороны, конечно же, активно продолжает свою деятельность гражданский сектор, научный сектор, потому что, конечно же, никто, так сказать, здесь, кто настроен про западный, соответственно, про грузинский, не собирается сдаваться. Я думаю, что борьба продолжается. Кроме этого, я хотел бы сказать, что вот, несмотря на паузу, сегодня вот перед Белийским государственным университетом также составился митинг, где представители научных кругов, представители научной интеллигенции, они осудили действия грузийских властей, когда власть вновь, так сказать, в очередной раз, значит, применила непропорциональную силу против собственных граждан, что было также показано вот в представленных ваших кадрах. Так что борьба продолжается, и я думаю, что эта борьба должна продолжать, будет продолжаться на нескольких фронтах, да. Первое, это, так сказать, правовой фронт, потому что сейчас, так сказать, здесь в Грузии идет, в том числе, борьба юридического характера, потому что мы знаем, что президент Грузии нападал иск в Конституционный суд Грузии, где говорится о правонарушениях во время выборов, и до этого в рамках предвыборной кампании. Вот, это один вопрос, и, соответственно, здесь можно говорить, что согласно законодательству парламент не сможет собраться 25 ноября, как заявил премьер-министр Грузии, де-факу премьер-министр Грузии, потому что Конституционный суд в течение одного месяца должен рассматривать иск на президента, вот до принятия решений. Второй вопрос, согласно Конституции Грузии, значит, президент назначает первую сессию парламента, а мы знаем, что президент не собирается назначать сессию парламента, и вот, это первый вопрос. Второй вопрос, конечно же, уличные демонстрации должны продолжаться, потому что вот эта борьба против авторитаризма, против диктатуры также должна вестись на улицах, чтобы власти Грузии и международное сообщество в том числе также зафиксировало тот факт, что народ не собирается сдаваться, несмотря на то, что приближается зима, мы знаем, что народ все же собирается оставаться, так сказать, в том числе и, значит, и вечером, и ночью, и в нерабочее время, выходные дни, все время, потому что мы знаем, в том числе и на примере Украины, как вот эта борьба, которая, кстати, велась тоже, да, вот в зимний период, это касается и оранжевой революции, это касается и майданских событий, это все привело к успеху, и, соответственно, уже прогрессивной силой пришли к власти в Украине, что, конечно же, и разгрозило Кремль и лично Путина, вот, и, значит, конечно же, кроме этого, один из главных вопросов, это вот еще один фронт, так сказать, это ведение информационной войны, так сказать, убедить население Грузии, ту часть населения, которая все же, несмотря на все, голосовала за грузинскую мечту, потому что грузинская мечта многих ввела в заблуждение, что вот именно грузинская мечта является гарантом мира, что если грузинская мечта проигрывает и оппозиция приходит в власти, то, соответственно, Грузия будет вовлечена в войну и так далее, будет открытие второй фронт и так далее и тому подобное, и именно грузинская мечта является якобы гарантом защиты семейных ценностей, религиозных ценностей. Нужно убедить население, что это все дезинформация и что грозит Грузии, если, значит, грузинская мечта вновь остается у власти, то это, конечно же, все негативно отразится, мы об этом знаем, но все население должно знать, как это негативно отразится на экономические, социальные, политические и правовые интересы каждого гражданина Грузии. Никак, давайте с вами, знаете, еще поговорим о возможных перспективах, да, стоит напомнить, что сами протесты, они начались после объявления результатов парламентских выборов, которые прошли с многочисленными нарушениями. На итоге голосования не признает и президент Грузии, Саламеза Рабишвили, и она заявила, что обжалует эти результаты в Конституционном суде, но и уже предложила провести новое выбор. Давайте услышим позицию и продолжим с вами беседу. Какой план я предлагаю? Прежде всего, конечно, новые выборы. Когда выборы не состоялись, необходимо как можно скорее повторить эти выборы. Но этот срок зависит от решения следующих вопросов, без которых нет смысла проводить новые выборы. Это международное расследование, а не то, что международные партнеры рассказали нам, что и так всем хорошо известно. Выборы были сфальсифицированы и не состоялись. Нет, это необходимо для того, чтобы выяснить и доказать, те системные недостатки, которые существовали в ходе этих выборов и которые необходимо исправить, если мы хотим, и мы этого очень хотим, получить новые, честные, свободные и не сфальсифицированные выборы. Николай, по вашему мнению, какова перспектива истории с обращением в Конституционный суд? И, как я понимаю, международной помощью в том, чтобы действительно разобраться, что же происходило с подсчетом голосов и о каком уровне возможных фальсификаций может идти речь? Спасибо за ваши вопросы. Я с вашего позволения начну, отвечу на вот третий ваш вопрос, что касается уровня фальсификации. Я хотел бы сказать, что согласно социологическим оценкам и экзит-полам, проведенным Edison Research, одной из международных авторитетных организаций, «Грузинская мечта» получила всего лишь 40%, а объединенная оппозиция получила 52%. Ну, остальные проценты были распределены среди партий, которые имеют меньший рейтинг, так сказать. А с другой стороны, Центральная избирательная комиссия, вот несколько дней тому назад, заявила о том, что «Грузинская мечта» в общей сложности получила более 53%. Смотрите, значит, разница в 13%. Вот это большая разница. А Edison Research и до этого, кстати, проводила экзит-полы Грузии, начиная с 2016 года, и они никогда не ошибались. Они все время, значит, представляли те результаты процентные, которые получала каждая партийская партия или кандидат президента. Да, соответственно, были эти выборы, значит, выборы парламентские, муниципальные или президентские. Вот, значит, здесь очень-очень, значит, большая, огромная разница. Это первый вопрос. Что касается вопроса того, что вот, о чем мы говорили, что президент Грузии подала иск в Конституционный суд, конечно же, немногие, значит, вот среди прозападных сил надеются, что Конституционный суд вынесет правильное решение и рациональное решение, потому что судебная система, это касается и региональных судов, и обеспеченного суда, и Верховного суда, и Конституционного суда. Вся судебная система и прокуратура находятся под контролем грузинских властей. Но все же, значит, из-под на это, я думаю, что нужно все равно внести иск в Конституционный суд. Если Конституционный суд не удовлетворяет, так сказать, иск президента, то в этом случае будет создана правовая на основе для того, чтобы потом данный, значит, их риск уже и жалобу рассматривал Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Вот. И еще один вопрос, что, вот, значит, без согласия президента, согласно Конституции Грузии, парламент не может быть признан легитимным, потому что первая сессия без назначения сессии нового избирного парламента, значит, без назначения сессии со стороны главы государства президента, сессия и сам парламент будет признан нелегитимным. Что касается международных наблюдателей и расследования, да, я думаю, что Европейский Союз должен расследовать это дело, потому что, в первую очередь, вот, ЕС, Европейский Союз, я думаю, что будет объективно, значит, ситуацию, что произошло, какого вида правонарушения, потому что сейчас бездорожное демократическое сообщество имеет соответствующие документы о разного вида правонарушениях. Это не только касается 26 октября, но это касается и предвыборной кампании, которая велась вот в течение двух месяцев до парламентских выборов. И я думаю, что вот если все пойдет в положительном направлении, это будет расследоваться в положительном направлении, то если новые выборы состоятся, то они должны состояться под администрацией Европейского Союза. Мы знаем, что есть определенные, значит, примеры, когда, например, ООН, Организация Объединенных Наций, проводила выборы под администрацией ООН, проводились выборы в Камбодже, потом в Боснии, в Косово, хотя тогда была резолюция Совета Безопасности ООН. Ну, что касается Грузии, разумеется, Российская Федерация блокирует принятие данной резолюции. Что касается ОБСЕ, то все же ОБСЕ не до конца надежная организация, потому что мы знаем, что членами ОБСЕ также является и Россия, и Беларусь, так сказать, и несколько других авторитарных государств. Это не является ОБСЕ в общей сложности международно-демократическое сообщество. Так что международно-демократическое сообщество является Европейский Советом, и, соответственно, Европейский Союз, извините, и, соответственно, я думаю, если выборы состоятся под эгидой ЕС, то вот в этом случае, я думаю, что будет предпосылка для того, чтобы эти выборы были именно прозрачными и соответствовали демократическим стандартам. Хотя это все не поговорится, но, с другой стороны, все это содержит многие процедуры, но борьба продолжается. Борьба правового характера, информационного характера, политического характера. Конечно же, невозможность там только путем акций, да, даже многочисленных акций, и, значит, вынуждить грузинскую мечту, чтобы она была отстранена от власти. Хотя вот в разных направлениях борьба должна продолжаться, и все должны быть готовы, включая меня, вашего покорного слуги, в том, чтобы эта борьба не будет легкой, она будет длительной, но она, если не будет этой борьбы, то тогда Грузия, конечно же, будет направиться в сторону авторитаризма и будет проводить пророссийскую политику, и окажется в общей сложности в ассальной зависимости от Кремля. Ну, помимо многочисленных процедур, которые необходимы для того, чтобы все-таки прийти к цели, может быть, еще одна такая, скажем, проблемка, хотя, наверное, я слишком преуменьшила, это давление со стороны России. Мы понимаем, что просто так Россия не отступится от своих интересов в Грузии. Сейчас по этому поводу. Возможно ли вообще разработать стратегию, либо нужно действовать по ситуации? Вот насколько подготовлена оппозиция в этом контексте? Ну, я думаю, что вот в этом контексте тоже борьба должна продолжаться, потому что, к сожалению, Россия сумела, да, вот, посредством грузийской мечты, значит, в реальности российской мечты, можно сказать, убедить так часто население в том, что именно вот эта классовая грузийская мечта является гарантом мира, так сказать, да, вот распространить дезинформацию, которая не исключено разрабатывалась в спецслужбах Российской Федерации, да, вот, и, соответственно, здесь нужно работать на том направлении, что убедить население, еще раз напомнить им, что из себя представляет Россия, что, конечно же, Россия не будет удовлетворена только тем, что она оккупировала территории Абхазии или бывшей угостинской автономной области. Конечно же, Россия нуждается в ослаблении или даже вообще уничтожении грузийской государственности, да, мы должны привести пример Украины в том числе, да, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым, территорию Украины, да, в рамках международных границ, но она не удовлетворилась только Крымом, да, Донбасской областью или Луганской областью, да, она уже в 2022 году осуществила полномасштабное военное вторжение. То же самое грозит Грузию, и, конечно же, в этом случае, если, значит, Грузия будет вести пророссийскую политику, то она окажется в ассальной зависимости от России, тогда она теряет свой суверентет. С другой стороны, значит, если Грузия, значит, ухудшает свои отношения с Западом, что и происходит, то в этом случае Грузия окажется без союзника перед Российской Федерацией, то, значит, в общей сложности это грозит Грузии. Так что вот информационная война должна вестись, с одной стороны, и, с другой стороны, конечно же, для нейтрализации России нужно максимальное сотрудничество с западными демократическими структурами, чтобы Грузия имела надежного партнера. В противном случае Грузия, как маленькое государство, она, значит, будет все время стоять перед угрозой, значит, российского вторжения. Здесь, когда говорю о вторжении, я не имею в виду только там военное вторжение, потому что Россия ведет гибридную войну против Грузии информационного характера, экономического характера. Вот экономического характера, после того, как грузийская мечта пришла к власти, например, торговый оборот между Грузией и Россией выросли в 10 раз. Где-то 60% виноводочных неделей Грузии, они экспортируются на российском рынке. Вот. И Грузия зависит экономически от России, что, можно сказать, соответственно, и в этом случае определяет тот факт, что Грузия в политическом отношении зависит от России. Так что эта борьба также должна вестись, в том числе в рамках консультации с западными партнерами, чтобы снизить влияние Российской Федерации. Это, в первую очередь, связано с работой со собственными согражданами. И еще раз объясните им, какая угроза именно со стороны Российской Федерации идет, что Россия не удовлетворится только Абхазии или бывшей в Гостинской автономной области. И если даже какой-то войны не будет, в ассальной зависимости мы окажемся, мы можем потерять, так сказать, суверенитет. И, с другой стороны, конечно же, другая угроза, то если произойдет, так сказать, если Грузия пойдет по пути Лукашенко, то в этом случае, конечно, все эти инвестиции со стороны западной помощи, она прекращается. И вы до этого передачи отметили, что Европейский Союз приостановит выделение, значит, 100 миллионов евро для бюджета Грузии. И, конечно же, эта политика может продолжаться и в будущем. И, конечно же, все это негативно отразится на национальные интересы Грузии, когда Грузия останется бессоюзником перед потенциальным агрессором. Не потенциальным, а уже, конечно же, существующим агрессором Российской Федерации. Ника, спасибо вам большое за то, что присоединились к нашему эфиру, к нашей беседе. Благодарим Ника Читадзе, политолог, профессор Черноморского международного университета Грузии. Был с нами на прямой связи.